Саламу алейкум, до старт, с вами Альтер, вы находитесь на канале Теггер Аут, а это реакция на сериал Саке, 7 серия, время 11 часов ночи, я по-моему первый раз так поздно вообще записываю реакцию на сериал, но все это для того, чтобы вы уже завтра посмотрели эту реакцию в ютюбе, я очень постараюсь, чтобы она вышла сразу там, как только серия появится в ютюбе, ну через часик где-то. Короче, давайте смотреть, очень интересный твист какой-то с Азаматом, этот поворот, то, что на него заявление накатали, что произойдет, давайте посмотрим. Так, ехало. Слушал, будет, что они хотят взятку взять? Мне скажите, я клянусь голыми руками нафиг. Это ж, вы че тут бардак устроили? Вы тебе знаешь, какой суток? Один день. Если вдруг что-то вылезет, уйдет он, а не ты. Первый раз показывают, что было типа то этого. Толбоебы, бля, че пугаете, бля, а? Че надо, бля? Уважаемый, здесь курить запрещено. И че, бля, мне запрещено? На, я ваш Аким района, понятно? Извините. А, извините, бля, че в Берзах ходишь, бля? Кроссовки постирал. Мозги свои постирай, понял, бля? Ходишь здесь, бля, пугаешь, бля. Ходить, курить нельзя, бля. И она тебе, наркоманды жила? Служба цендер, бля, махана, это ханча, бля. Бараны, бля. Баран, бля, зарплата, бля, а ондер, бля, бля, бродинки. Долбоебы, бля. Бля, бля, а он зарплаты түстенезе бір, жаңа керсовып калмасан. ДОБЛІЮ Очень некрасиво себя повел. 磪лай В общем, я тоже понял, мне полбашки прострелили. Не, ну не совсем полбашки. Я с врачом говорил, пуля чирком прошла, ничего не задело. Грубо говоря, вас не сильно по голове арматурой ударили. Да, в этот раз он меня действительно уберег. Жалко, что он меня от тупоголовых людей не уберег. Которые даже не смогли меня убить. Бесказочно, повезло. Ладно, не теряй, слушай. Че там? Какие новости? Ну, пока нам надо здесь оставаться. Сейчас все, кому не лень вас ищут. Тем более, после той ситуации в больнице, столько шума поднялось. Ладно, переждем. Че там с Тимуром? Да он затарился куда-то, крыса. А мы ищем его. Только хотел спросить. До того, как нас найдут. Все, не переживайте. Мы найдем его. Ты Гланю ее проверил? А за них можете быть уверен. Ну, это я тоже был уверен за всех. Ну, видишь? Че эти твари сделали? Тебе я никому не доверяю. Поздарь, Герик. Какой там поздар, блин? Я с того света вернулся. Ты лучше давай. Нормально, к толковых ребях подтяни там. А то и устал, блин, с этими тупицами работать. Все, приняла бы. Кстати, ты ее документы забрал? Она в курсе, что если там про меня потом пикнет, то ей голову отрежу. Я с ней переговорил бы. Все нормально. Ну, все. Канат, ага. Штаны спускайте. Видишь? Пожалуйста. Ну, ладно. Проверенная. Лазать, что ли это? Походу. Э, лазать? Здрасте, Матрич, здрасте. Это что, парень твой, что ли? Какой? Вот этот? Да. А это брат мой. Ты что, со всеми братьями? С осёсей, что ли? Нет, с отцом, это любимый брат. Фу, ё-моё. Ну, что за мерзкая отмазка? Ну, лазать, ну, прекращай, ё-моё. Ну, совесть где твоя? Всех родственников сюда таскаешь. Что, блин, бабушка умерла? Теперь с братом с осёсей. Ты хотя бы отмазку, ну, не такую мерзкую, нормальную придумать. Ну, ты же на госслужбе, где же все врут, учись уже. Хорошо, что первый и последний раз был, ладно? Ну, и Акимат, не резиновый, не надо сюда родственников всех таскать. Всё, давай, кофе готовь, чай готовь. Чё смотришь? Ничего. Тебя забыла спросить. Чё смотришь? Тебя забыла спросить. Ну, и надо проехаться по коммерческим объектам. И вы слышали, что вдоль речки рестораны понастроили? И вообще непонятно, кто им разрешение дал? Ну, кто мог разрешение дать? Конечно, старый Аким, наверное. Ладно, разберёмся, ничего страшного. По благоустройству согласен, по бизнесу, коммерцию пока не трогают. Ты же знаешь, они тоже непростые, за ними все какие-нибудь тагашки, кофешки стоят. Даже Казахстан сам понимает. Так что давай, это потом. Потом они там прессу начнут вызывать там. Ну, как всегда они делают, давление на меня будет. А мне что надо сейчас? Мне сейчас нужна репутация. Давай мою репутацию, мы люди новые. Ну, если работать на репутацию, нам надо будет на строительный объект заехать. Там что? Ну, помните, мы заезжали? Где этот бывший Аким? Акты подписал, а ничего не сделано. Вот и вернулись к началу. Акты подписал, что ли? Да, мохы подрядчик. Народ жалуется. Ага. Потому что сроки не движутся, а бюджет выделили. Если мы этот вопрос решим, то все еще больше будут думать, что вы красавчик. Почему думать? Я и так красавчик. Все? Понял? Давай. Две минуты дай мне сейчас. Все? Договоримся. Сейчас позвоним. Так, так. Сейчас будет сцена с первой серии «Я так понял». Что случилось? Зачем речь тогда в этот тендер? Я сюда в прокуратуру отправлю. У нас на районе ни один тендер теперь не получит. Бля. Просто иначе взгляд на все. Следователь Уланов. Антикор. Тогда я думал, что он красавчик. А в итоге-то я сейчас к тебе приеду. На тебя наорую. Да, ну нафиг. Я так и знал. Это Аза Баргот постоянно под маской двигался. Это не вы лицемер, а он. Сколько раз говорит, что в Кутке Гргенде Кашкене Олянкар. Думай, блядь. Сам ты лицемер. Ну я же в хорошем смысле, шеф. Просто она, азамат меня напрягает. Вы же считаете, что он может подставить вас, да? Он крыса, крыса. Я об этом постоянно говорил. Во-первых, ты мне никогда это не говорил. Во-вторых, заткнись. Держитесь, давай быстрее езжай. Все, все, шеф. Просто дороги плохие. Район на Аким вообще не работает. Охренел что ли? Ты хочешь сказать, что я не работаю, что ли? Нет, нет, шеф. Мы же в этом. В Оксайском сейчас районе. Все, заткнись. Алло. Ассалам алейкум. Олейкум ассалам. Я в курсе, Санят. Это недоразумение. Я клянусь. Я с ним три года работаю. Никогда в жизни такого не было. Не то, что подарки. Он даже воду бесплатно не пьет. Слушай, пьет, не пьет. Это вопрос отдельный. Мы получили заявление. Мы не имеем права не отреагировать. Мы его проверяем. Да это подстава. Я клянусь. Да он вообще ровный. Понимаете? Мы просто новые люди здесь. Он новый. Я новый. Понимаете? Мы, наверное, дорогу кому-то перешли. Правильно работаем. По закону. Да он. Да вы видели его квартиру? У него жопой воняет. Ё-моё. У него же дети. У него жена, семья. Понимаете? Угу. Угу. Саят. Давай вот без этого хитрожопства, ладно? Ты же не за него пришел просить. Ты же за себя пришел просить. Он твой заместитель. Если он берет, тень падает на тебя. Значит, делится с тобой. Значит, тебе придется с работы выходить. Пост бросать. Да? Голда Барбарах? Ну, больше за него переживай. Честное слово. О-о-о-о. Саят. Саят. Только-только вроде мы с тобой договорились, что будем чисто как друзья общаться, да? Дружба – понятие бескорыстное. Чего ж ты меня так разочаровываешь? Сразу приходишь ко мне с просьбами по работе, а? Пожалуйста. Пожалуйста. Только ради нашей дружбы. Чисто по-человечески. Конечно. Красавчик. Эй, это… По театру вот все, что есть, мне занесите быстренько. Ахмед. Чего будешь пить? Чай? Кофе? Или ты только фреш будешь? Нужно в воду. Не пальцы под краном. Скромный. Каждый день кого-то сажает. Как дела, коррупционер? В смысле, коррупционер? Ну, слушай, если ты любишь деньги, то хотя бы мне скажи, давай делиться 50 на 50. А то мне что-то говоришь, сам чекнулся, намучишь. Ой, Саят Саматович, это чистая вода подстава. Я вообще ничего не брал. А вот руководство театра по-любому не ответит за это. Все-все, успокойся. Азеке, ну что ты, ё-моё. Первый день замужем, что ли, прешь на всех? Успокойся, не надо шашкой махать. Да никто шашкой не махал. Я делал свою работу по закону и то, что входит в мои обязанности. Вот и все. Ты что, первый день на работе, что ли? Ё-моё, здесь каждый день у нас что-то происходит. И каждый магазин кто-то крышует. За каждый киоск кто-то звонит. Не то, что там, я там, блин, мороженое убрать не могу. Ко мне звонят, говорят, не трожься, нам мало и так далее. Ну, что ты, блин? А ты в театр пришел. Там каждый второй артист чей-то там. Той, ты же, где-то еще что-то там. Директор что-то где-то подмазывается. То есть в театр не надо, не при. Тебе только это надо, что ли? Успокойся, всё. Успокойся. Скажи спасибо, что вплекся, не дай бог тебя посадили. По статье ушел бы. Я тебя отмазал вообще-то. Да не надо было меня отмазывать. У них по-любому ничего нет на меня. Я, если честно, мне вообще насрать на тебя. Я за себя переживаю. Ты за себя не переживаешь, эгоист, блин? Тебя посадят, меня посадят. Ты же знаешь новую систему сейчас. Сам коррупционер, значит, я коррупционер. И давай хотя по факту идти. И за себя не переживайте. Если даже меня возьмут, я вас не знам. Всё-всё, ладно. Как делают все замы? Всё, болдает воин. Ты чё, его мать, чё за тигр этот лев, а? Всё, я сам отвечу. Всё. Вообще не до прикола. Хорошо. Просто есть Алсан. Просто на будущее. На 20 лет период. Всё, я сам отвечу. Хорошо. Всё. Забыли. Чё, поехали? Ты же знаешь, гламурные места, где коррупционеры любят сидеть. Солжер Гебараев. Шучу, шучу. Придурок. Что там по Азамату у нас? Ну, по Азамату, как вы приказывали, всё проверили, он чистый, ничего там нет. Точно? Абсолютно. Я же говорил, ещё в прошлый раз проверяли. Там всё нормально. Театр не был? По театру. Директора взяли? Вот там были прям реальные нарушения. И взятки, и коррупция, злоупотребление служебным положением. Сейчас проверяем, может какие-то ещё моменты есть. Это дело лично под свой контроль возьми. Если кто позвонит или там будут просить, кто заступится, ты не поддавайся. Ко мне прям направляй их. Есть. Что думай? Дерай. По Саяту всё ясно. Саят уже думает, что мы подружились, вообще язык нашли. А тут через него надо на Ильяса выходить. Понимаешь? Да мы знаем. Ну я у себя в кабинете сейчас. Просто ошибка вышла. А если хочешь ты, вечером дома поговорим. Час. Давай. Азамат Ерланович, можно? Ух, ни фига себе. Кого-кого? Но тебя я тут не ожидал увидеть. Ну вот такой вот я неожиданный человек. Классе на языке. Новую должность, так сказать, кутовался. Честно говоря, скучал. Рахмет, конечно. Норман, давай вот без этого, а? Мы же не в таких отношениях, чтобы ты просто пришёл и поздравил меня. Так ведь? Ты к Саяту пришёл? Не, я к нему больше не приду. Я к тебе. Поговорить, поздравить, предупредить. Насчёт Саята. Он же тебя использует. Он тебя держит только потому, что в Акимате больше работать никому. В Дону. В Дону. Ты всё? А ты пойми, я просто не хочу, чтобы получилось как со мной. Или он хуже, как с Талгой. Ему сейчас на зоне капец как нелегко. Знаешь, как ему там прилетает? Если ты понимаешь, о чём я. Слушай, Арман, Рахмет, конечно, за переживания. Но я и без себя справлюсь. Может, Саят Саматович и такой? Но вы не лучше него. Слушай, Азеке, да ты голову включи, просто подумай, проанализируй. Он же тебя использует. Отправляет туда, кого сам Маратса не хочет. Везде хочет красавчиком показаться, ни с кем не хочет портить отношения. Вот тебя везде и подставляет. Слушай, да мы же с ними лучшими друзьями были. Я, Талга, какие дела мутили, и что? Избавился он от нас? Он же эгоист, только о себе и думает. Слушай, Азеке, мой тебе совет. Подумай хорошенько, прежде чем на эту тварь работать. Знаешь, Арман, а мне по барабану, чем занимается Саят Саматович? Главное, я работаю во благо народа. И не надо меня жалеть. Понял? Это понятно, слушай. Ты же таким образом сам можешь стать Акимом. Ты думал об этом? Нет, я не подумаю, у меня своей выгоды здесь нет. У меня к Саяту есть свои вопросы. Но я и живу в этом районе. Я знаю, как ты работаешь. А здесь на тебе все держится. Если ты уйдешь, все развалится. Так и хочешь остаться на вторых ролях, серым кардиналом? Ты все сказал? Да? Свободен. У меня хорошо, Азеке. Ты просто подумай. Вот моя визитка и с чего я все устрою? Звони в любое время дня и ночи. Арман, выход там. Интересненько. Все ведь понимает, а? Эй, если честно, мне вообще мосрать на тебя. Эй, за себя переживай. Какие-нибудь тарашки, гукешки стоят. Даже Казахстан сам понимает. Ну, как всегда они делают, давление на меня будет. А мне что надо сейчас? У меня сейчас репутация. Пришлось, так сказать, небольшое шоу сделать. Пыль в глаза. Да? Это госслужба, братан. На госслужбе кто правильный, тех убирают. Я тебе всегда говорю, не принципиальничай. Тебя посадят, меня посадят. Ты же знаешь новую систему сейчас. Замкоррупционер, значит, я коррупционер. Что-то я не знал шоу. Что-то интересненькое прям намечается. Да, братан, бежать через Сокериши. Что? Конечно, я такой шоу. Да. В чём-то Арман прав. Так, так, так. Что-то интересненькое прям намечается. В чём выгода Армана на самом деле? Хотя он говорит, что её нету. Мне казалось, он вообще хочет просто его убрать прям конкретно. Как пытался его убрать Канатара. Но, видимо, он может хочет так же, короче, провернуть, чтобы Сайд Саматыч сел. Фиг знает. Такс. Саке вообще, конечно, очень некрасиво повёл себя на мосту. Ну, я уже вроде сказал это. Блин, как всё-таки печально, что он остался тем же. Ситуация с Канатаром. До сих пор не вкуриваю, как все в курсе, что он в итоге остался жив. Как прочухали это всё. А он, может, они просто проверили этот, на следующий, то есть, ну, возможно, как-то, короче, я что-то просто туплю, наверное, да. Опасно вообще, вот как они доверяют даже, вот. Не смотрели даже, что медик делал, там, этот мужик второй смотрел просто на её жопу. И всё. Вот. Вот. Короче. Такие дела. Лязат, конечно, пипец, тупанул. Ну, как так можно? Я вообще не понимаю. Это... Ну, как такие глупые какие-то странные отмазки? Я, естественно, просто сейчас хочу... Посмотреть. Тачка там стояла на фоне, мне казалось, за ними кто-то следит. Ну, в итоге, нет. Ладно. Это, в принципе, всё неважно. Саке палится. Палится перед дозаматом уже которую серию, который... Момент уже, ну, типа, звоночки, то, что всё-таки Саят-то не такой уж и чистый, что он что-то мутит. Потому что, если к концу первого сезона он прям конкретно вставал на истинный путь, то тут уже... Ну, да, азамата доходит. Нашли мы, наконец-то, до первой серии, до момента с первой серии. Вот оно, как оказалось всё. Блин, чё, надо было в прошлой реакции ещё допереть до этого. Не допёр. Антикор классно поступили. Сделали, типа, добрый жест для Саята Саматовича. Помогли, типа. Но, на самом деле-то, они пока всем управляют там. Но Саят ещё об этом не знает. Тоже всё очень круто, красиво. Только ради нашей дружбы. Вот. И... Сейчас, как бы, ему ошибку не сделать. Точнее, мы, ну, как бы, мы будем ждать эту ошибку. Будем смотреть ход Саята и Ильяса, я так понял. Очень крутые подколы. Вообще обожаю, ещё раз повторюсь, дуэты Азамата и Саята Саматовича. Классно прописанные диалоги. Вообще не понравились лица в кабинете у главы Антикора. Я понимаю то, что тут такое освещение у них. Этот стол подсвечен жёлтый. Ну, блин, лица чересчур жёлтые. Слишком жёстко. Я бы чуть-чуть всё-таки тон кожи отправил. Вот. И удивило появление Армана. Так спокойно пришёл. С подарочком. Причём пришёл в Акимат. Удивительно, вообще. И он же прошёл как-то. Там же по записи, наверное, или чего-ли, я не знаю. И не понимаю пока, чего конкретно. Но, мне кажется, они споются вместе. И этот. Что-то да будут мутить. Всё-таки до... Ну, Азамат, мне кажется, решит как-то действовать. Серый кардинал. Угу. Прикиньте, если он станет таким. Будет забавно. Что думаете? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Check it out.